Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Добрый вечер. История из моей жизни. Было время в моей героической сетевой жизни когда я влачил не просто жалкое существование, а когда я держался из последних сил. И так получалось, что надежды жили, возрождались, умирали, снова возрождались. Но каждый раз, когда я впадал в очередные долги, а долги возникали по причине того, что я должен был квалифицироваться на какое-то мероприятие, я должен был сделать очередную закупку продуктов для того, чтобы или куда-то поехать, или остаться в статусе, или получить очередной чек. Короче говоря, все время приходила радостная, во всяком случае, обнадеживающая мысль о том, что скоро будет взрыв, и скоро бизнес попрет. А сейчас вот просто надо занять в очередной раз денег и сделать вот эту закупку, потому что по-другому нельзя. И я впадал в долги. И когда долги поджимали вот сюда, то ничего не оставалось, как что-нибудь продать. А продать было что? Ну, в лучшем случае, если была машина, машину. Так я продал за долги несколько машинёшек своих, жалких машинок. Цены, по которым я покупал машины, в то время это была такая цена, 2000 долларов, 2500 долларов, 3, и однажды я купил очень дорогую машину за 5000. Но это было уже тогда, когда короче говоря, жена мне говорит, я больше не могу видеть, как ты мотаешься по маршруткам, по автобусам, с коробками, с продуктами, в которые, в коробки, в которые вложены продукты, для того, чтобы доставить эти продукты своим дистрибьюторам. Представьте себе картину. Взрослый человек, бывший офицер, страшно вспомнил. На складе в Симферополе получает на 4000 долларов продуктов в коробках, 5 коробок, и их надо доставить в Севастополь. Чтобы взять такси, даже в голову мысль такая не приходила. Даже в голову мысль не приходила. Две коробки увязываются одна с другой, получается одна поклажа, еще две коробки, а пятая, но никак. И вот, проходишь метров 50-100 вперед, ставишь эти четыре коробки, возвращаешься еще за одной, проносишь ее еще на 50 метров вперед, возвращаешься с двумя, и так от склада доходишь до остановки маршрутного такси. До маршрутки. Потом садишься в эту маршрутку, а пока ты в нее грузишься, представьте, толпа, вот как ты в нее грузишься, ужас. И вот ты в мыле загрузился, весь в поту, приезжаешь на вокзал, садишься в автобус, а чтобы купить билет, представьте себе, чтобы купить билет, надо эти коробки охранять. Пять, две, две поклажи под две коробки, связанных, вытащил, пятую пошел, ой, ужас. А чужие коробки, на чужие деньги купленные, или на свои, занятые. И вот ты приезжаешь в Севастополь, едешь два часа на автобусе, потом ты садишься в очередную маршрутку, приезжаешь до дома, до остановки, а потом от остановки на глазах у знакомых прешь эти коробки домой. Боже мой. И приходишь домой, весь в мыле, в поту, и самое главное, в депрессухе, в жуткой. И моя жена говорит, Олег, я больше не могу видеть, как ты мотаешься без машины, надо нам что-то сделать и купить тебе машину. Хорошая мысль, только денег нет. Просто нету денег. И вот, однажды, после таких вот, это постоянная работа была. Потому что я на квалификациях зарабатывал 300 долларов, супервайдерской квалификации. Короче говоря, моя жена говорит, все, я больше так не могу видеть, давай мы тебе купим машину, я найду денег. Где ты найдешь? Мы и так в долгах, как в шелках. Она говорит, я найду денег, все. Короче говоря, она не познакомилась, а поговорила с какими-то там своими подругами, те что-то, но помогли. Я уже просто, видно, уставший до такого состояния, что больше уже терпеть не мог, и я согласился. Так, закрыл на все глаза, и она заняла 5 тысяч долларов. Купим тебе хорошую машину, скоро у нас будет взрыв. В очередной раз мы рассуждали по вечерам. Меня жена всегда поддерживала, поддерживает трудные моменты, а их было немало. И все, притащила она домой 5 тысяч баксов. Страшно, вспомню, страшно. Я открыл газету, и недолго думаю, чтобы не ждать, не дожидаясь субботы и воскресенья, когда в Симферополе на автомобильном рынке большой съезд продавцов подержанных машин, о новой машине даже речи быть не могло, я пошел, искать объявление. И вот объявление навалом, как всегда. Смотрю, какое-то объявление. Две машины посмотрели мы. Одна была совершенно занюханная, убитая, прокуренная каким-то молодым парнем, какой-то Opel. А вот вторая машина была такая чистенькая, аккуратненькая, но американец. А это был 2005 год, а американец в то время это проблемная машина, потому что никто их не брал, потому что запчасти очень дорогие. И очень долго было в то время их добывать. Из Америки пароходом три недели минимум месяц идут какая-нибудь лампочка или что-то такое. В общем, специфическая такая особенность американского автомобиля в тот период очень не были в ходу. Но у меня, а она приличненькая машинка такая, конечно, уже не новая, 92-го года, представьте, для меня она казалась верхом совершенства. Но вот одна слабая такая у нее черта, это она американская. Я это понимал, конечно. Продавал ее парень, Романова зовут, бывший милиционер, такой, на радиорынке он работает в Севастополе, парень, ну, лет 35, может быть, до 40 такой. И он так хотел продать ее. Я же уже опытный человек, я же понимаю психологию людей, я же вижу, он избавится, мечтает об этой машине. Он мне врал, изворачивался, видит, что попал на место, он уже, видно, устал ее продавать, и я для него был, наверное, одной из последних надежд. И он так меня напрягал, так на меня наседал, особенно почувствовал, что я сильно тороплюсь что-нибудь себе купить. У меня уже было просто невтерпеж, понимаете, мое состояние. И мы с женой смотрели эту машину, золотистого цвета, Ford Tempo, 1992 года. Я говорю, так робко, неуверенно, говорю, ну ладно, и хочется, и колется, ну поехали к нотариусу, выписывают доверенность, поехали. Приехали к одному нотариусу, нету никого. Приехали ко второму, нету. Я говорю, ну все, сегодня суббота, давай в понедельник, а сам думаю, я за выходные найду машину получше. Так бы и было. Но он так меня просил, так меня умолял. И в общем, я повелся у него и, как говорят, слабину дал. Я говорю, ну ладно, давай еще седем. Мы приехали, а там частный нотариус, тут же выписали нам доверенность, я, значит, получил доверенность, отдал ему 5000 долларов, торговаться я не умел, совершенно. Он мне отдал ключи, и мы расстались. Если бы вы видели его рожу, как он летел на крыльях, это, вот это, если описывать состояние счастья и полного удовлетворения, это вот был тот роман, который всучил мне автомобиль. И я видел, что я попал. Я видел, что он меня обдурил. И я сам, как кролик, куда он засунул свою голову ему впасть. Через месяц, меньше, чем через месяц, мне разбили левое заднее стекло, какие-то хулиганы, и я столкнулся с большой проблемой. Левое заднее стекло на задней левой дверце, оказалось, что их нигде нет, и что заказать можно только в Америке, и что стекло это бэушное, старое, поцарапанное, которое придет через месяц, будет стоить 250 долларов. 250 долларов за какое-то поганое стекло. Лампочка там в подфарнике сгорела, значит, обычная лампочка стоит там 2 доллара, это стоит 25. Все, я понял, почему Роман был счастлив. Я был просто в шоке. Конечно, она ездила, конечно, с заклеенным стеклом, я ездил полтора месяца с черной, там, это, целлофаном, все такое, но я ему звонил и говорил, что ж ты мне не сказал, что ж ты это не сделала, у него то там, ну, как обычно, повылезали недостатки. Я был очень разочарован этой машиной, но ездил, что делать? И вот наступил момент, когда, наступил момент, когда надо было вступать в новый бизнес. На горизонте появился новый бизнес, появились надежды, пошли, я начал уже этот бизнес, несколько дней прошло, и мне нужно было квалифицироваться в инвесторы, мне нужно было вложение денег, и где-то я бегал занять денег, а денег надо было несколько тысяч долларов, чтобы стартовать, а деньги уже пошли, я вижу, у меня уже результат, хорошее настроение, но негде взять денег, просто негде, мне уже никто не дает. Первые 4-5 дней в бизнесе, и я решил продать эту машину. Дал объявление в газету, как позвонят, так говорят, как услышать слово «американская машина» все, а что это за темпа такой, форт, мы не знаем такого форта, такой, там, знаем, а темпа не знаем, я говорю, ну это американская машина, а пошел ты со такой американской машиной, и я понял, что я попал, никто даже слушать не хочет, не то, что там продать, за 4 или за 5 тысяч, что вы, постепенно я скатился до тысячи, мечтал продать ее за тысячу, потом уже поехал на станцию «Форн», и там, значит, в Симферополе, значит, договаривался, говорю, купите на запчасти, новая, хорошая почти машина, всего, всего каких-то там 13 лет, классная же новая машина, мне она казалась сверху совершенства, на запчасти возьмите за тысячу баксов, парень в компьютер посмотрел, ты что с ума сошел, кому она нужна на запчасти, их в Украине всего 2 таких, ты ее не продашь, или езди, или в мусор, елки-палки, даже, и вот в таком положении я пребывал, и вдруг я вспомнил, что я же верующий, что у меня же есть Папа, Отец, Бог, что я обращался к Нему гораздо с менее важными просьбами, а тут для меня начало бизнеса, который он благословил, все идет, он же должен мне помочь, но как-то неудобно было его просить, как-то неловко, потому что я, скажу искренне, я был тогда новичком в делах, связанных с Богом, и не знал своего отца совершенно, и я стеснялся просить его, но все же я просто обстоятельства, и я пересилил себя, и с такой робостью, и неуверенностью обратился к Нему, мол, уважаемый Бог, любимый Отец Небесный, помоги мне, пожалуйста, продать машину, мне так нужны деньги, ты же знаешь бизнес, я, конечно, понимаю, что это трудно, что это вряд ли возможно, но я на всякий случай тебя прошу, ну что ты такое, помолился очень робко, так, а дальше, а дальше происходить стали такие удивительные вещи, но об этом я расскажу вам завтра, потому что сегодня уже поздно, давайте завтра, окей, до завтра.